В мою машину въехал КамАЗ. И тут только слышу бах, и зеркало вылетело, и он, конечно, водитель КамАЗа ехал на огромной скорости, и я понимаю, вот из-за чего это произошло. Хэппи мил, вредная еда, просто так не дам. О боже мой, не обязательно было выходить. Так, стоять, нет, 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 нет. Первое утро. У-у-у, какая погодка для бассейна как раз. И в этом проливе, здесь прям в кемпинге, огромный круизный лайнер проходит. Семья гимнастов у нас, да? Вот такие лодочки в аппаратах ходят в Венецию и по островам. Ну и здесь, как обычно в Италии, это практикуется. В бассейн можно только в шапочках. Сейчас я снимаю. Снимает Алиса видео, я не знаю, что получится. А у нас погода налаживается, солнышко вышло. Летают самолеты, иногда очень близко пролетают. Ну, потому что аэропорт рядом. Может, не надо? И я вам сейчас, чтобы вы не дрались. Я его разрежу сейчас. Боже мой. А вечерами прямо из кемпинга можно увидеть, как круизный лайнер выходит в открытое море. Всем доброе утро. Я выспалась. Мы вчера приехали в 5 вечера. Были очень уставшие. 2000 километров дорога. Это заняло из Одессы в Венецию. Мы сейчас в кемпинге Хусина. Это под Венецией через пролив, через залив. Вот. И Алиса принесла домой перед поездкой какой-то вирус. Заразила меня. И когда я проехала таможню, когда мы из Одессы выехали, почувствовала, что мне плохо. Померила температуру. Там уже было 39. Ну, получается, первые сутки вот с такой температурой я была за рулем. Ну, еще, когда дети орут, ругаются. И в нормальном состоянии оно тяжело. А в таком состоянии, ну, это просто, конечно, ад. Не знаю, как я это пережила. Но, слава богу, как-то пережила. На заправках сейчас остановилась. И здесь есть кафешки-магазин. Да, здесь есть кафешки-магазин. Алиса вам чуть позже все покажет. Вот. На заправках останавливались. Много кофе выпила. Сейчас чувствую, что аж почки прихватила, потому что кофе было реально большое количество. Давайте покажу вам, наверное, часть дороги, как мы ехали. Это было вот так. Утро 650 километров позади. Еще 1500. И мы будем в Венеции. Мы останавливались спать вот здесь. Это Румыния, пригород Бухареста. А сейчас будем двигать дальше. И у Алисы нос не грязный. Это она упала в день дороги утром. Упала, скажи, и разбила нос во дворе у нас в Одессе. И теперь там Вавка. Ага. А здесь у нас, как всегда, попросила взять с собой в салон машины какие-то вещи, которые понадобятся в дороге. Никто ничего не взял. И теперь вот стоит с утра и разгребает чемодан, что-то ищет. Что ты ищешь, Тая? Вот как мы едем. Они дерутся, бьются, ругаются. Здесь такую перегородку сделали, чтобы отделить салон друг от друга. Тая попросила достать пирожки. Я остановилась в кармане. А дальше удар. Спасибо, что не снес мне всю машину. Моё зеркало теперь выглядит вот так. И теперь, чтобы было чем заняться, едем в Пятежте, а не по дороге. Буду искать автосервис какой-то, чтобы поменять зеркало на любое. Мне всё равно, какое лишь бы оно было. Потому что без зеркала на каждой таможне будут цепляться эти деньги. И везде платить по 100 евро. А таможен у нас ещё будет штук 10. Вообще не вариант. Надо сейчас хоть что-то поставить. Проехав с десяток и сто, я поняла, что в Румынии бушного зеркала мне не найти. Только можно заказать новое и ждать 5-7 дней. Поэтому уже дома в Одессе на разборке куплю. Мы сделаем вот так. Оп. В общем, починила скотчем. А мы уже едем по красивой Сербии. И Тая снимает мне видео в своё окно. Остановка. Ты поспала? Там спуска нет. Сейчас в колючки упадёшь. Такая красота внизу. Ещё тысячу километров мне осталось ехать. И мы будем в Венеции. Несколько месяцев назад мы в этом месте уже были. Стояли дамы вон. Там, где знак паркинга. И там была собачка. Мы её кормили. В каком-то из наших видео, да, есть этот момент. Откуда мы ехали? Из Албании? Да, мы ехали из Албании в Румынии. Насколько я помню, это было первого июля. А сейчас уже у нас осень. Ночевать в отеле я уже не буду останавливаться. Где-нибудь подремаю на заправке. Или на паркинге каком-то. Ну, ты могла ей в руки, говорю, в рот дать. Она бы у тебя аккуратно взяла. Бутербродом поделились. Идём ещё постоим возле реки немножко. Подышим свежим воздухом. Можно мне ещё ему что-то дать? Не надо. Вон он хлеб не ест. Он съел колбасу. Всё, не надо ничего больше давать. Давай мясо я ему дам. Я вот сейчас еду и тоже так переосмыслила вот эту ситуацию. Когда мы просто стояли на обочине, за пирожками я полезла. И тут только слышу бах, и зеркало вылетело. И он, конечно, водитель КамАЗа ехал на огромной скорости. И я понимаю, вот из-за чего это произошло. Буквально за 5 минут до случившегося я была очень злая, уставшая. Ругалась на детей, потому что они кричали, дрались. И реально это тяжело за рулём выдерживать всё. И я уже просто была вот вне себя и кричала страшные вещи. Говорила, что я настолько устала, что я хочу тут сдохнуть. И вот Боженька, наверное, показал таким способом, да, что ещё бы немножко, да, и если бы этот КамАЗ летел в нашу машину, то, по крайней мере, меня с Алисой бы точно не было. Эту машину бы просто как консервную банку смяло. А так вот мы отделались лёгким испугом только зеркало, да. Это для того, чтобы мы умели ценить, что у нас есть, и жить сегодняшним днём здесь и сейчас. И думать о том, как жить прекрасно. Сербия для меня, она вообще какая-то недооценённая страна. Очень красивых мест много. Горы, дороги, водопады, реки. Такая тишина, да? Порический залив это. Алиса бежит. Я думаю, что ещё часок, и кто-то ляжет спать. Да. Красивый Порический залив. Такое ощущение, что где-то рядом Хорватия, Порич. Вот как раз подумала, где в этом году на лыжах стаи поехать покататься зимой. В Сербии, многие, наверное, не знали, есть очень большой горнолыжный курорт, Капаоник называется. И Сербию я как раз рассмотреть планирую в этом сезоне. Вернулись сюда второй раз за год. Не думала вообще, что мы ещё раз вообще сюда приедем. Самая красивая дорога такая. Можно не ляпаться, а? Уже поздно. Мы как хрюшки, свинюшки какие-то. У меня всё хорошо. Всё. Допила? Ага. Вот вся гуза моя. Это ужасно. Всё, давайте, забери у неё этот стакан, поехали. А куда стакан деть? Мусорку. Сейчас покажу, как дети получают хэппи милы из Макдональдса утром на заправке. О боже мой. Не обязательно было выходить. Так, стоять. Нет, 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 нет. Нет. Сейчас вы берёте пакет и весь мусор с заднего сидения собираете в пакет. Весь мусор собираете, понятно? И только потом получите хэппи милы. Всё убрали в машине. Так загадили мне. На полу, на заднем. Там всё в мусоре у вас. А здесь есть? Есть. Вы загадили мне всю машину. Давайте, убирайте. Делайте уборку. Мы взяли хэппи мил с салатом, а не с картошкой. Видишь, папа, какая польза у нас. Будут есть салат на завтрак. А у меня есть какие-то картошки понесли. Это мой хэппи мил. Чего? Это порция. Это в хэппи миле было. Порция. Да, в хэппи миле. Мы не заметили, как въехали в Словению. Начал моросить дождик. Словения удивила идеальной чистотой обочин. Встречных машин почти не было. Мы ехали не спеша. Кукурузные поля сменялись альпийскими лужайками. И мы разглядывали, знаете, это вот такие вот кукольные домики, мостовые, старые города. Все такое аккуратное. Очень интересная страна. И я думаю, что мы обязательно посвятим какую-то неделю именно ей отдельно. Вот так интересно в Словении какие-то знаки и ограничения скорости. Да, на вот таких розах часто встречаются. Еще такого не видела. Словения считается одним из самых красивых и посещаемых государств Европы. На территории страны расположено более 200 водопадов, а также множество термальных источников и национальных парков. Туристов удивляет тот факт, что здесь нет очередей, а рабочий день длится до трех, максимум до четырех часов дня. Я за рулем, и красоту вокруг мне снимает Тая. Велосипедистов очень много мы встретили сегодня. Цветочки вот так в домах на каждом окне. У нас, боже, наркоши давно это все сняли. И даже причем в домах без забора, везде, на первых этажах. Сейчас тоже покажу вам. Между странами Евросоюза нет границ. Ты просто переезжаешь из одной страны в другую. И то, что мы уже в Италии, я заметила, буквально увидев вот эту табличку «Триезд Венеции». Это просто жопа. Нам осталось 50 километров до кемпинга до этого. Я уже все, на последнем издыхании. И вот такое. Просто вот ехали, дождя не было, солнца. Я вообще ничего не вижу. У меня уже все плывет реально. Я двое суток за рулем. Боже, там еще кто-то на велосипеде едет. Какой кошмар. Вчера мы зашли, оставили вещи в нашем маленьком домике. И решили пойти в ресторан. На территории кемпинга есть небольшой ресторан. Есть супермаркет. Пришли ужинать мы вчера. Покажу наш маленький будиночек. Так, вот тут две кроватки. Таин чемодан, тумбочка. Места немного, но нам троим вполне хватит. Вот только вещи занесли. Еще одна кровать. И там выход на улицу и санузел. Туалет, умывальник и душевая. Территория приятная, очень зеленая. Вот такие вагончики. И вот это наш домик. Чемодан мой стоит, надо заносить. Все голоднющие, скажи. Скушаем пиццу, и мама идет ложиться спать. За двое суток это сплюсь хоть. А мы на площадке посидим. Да. Утро в кемпинге. Первое утро. Какая погодка для бассейна как раз. Капец. Мама дорогая. Оно просто льет. Я знаю, почему пошел дождь. Это потому что для того, чтобы я наконец-то выспалась. И завтра была свеженькой и отдохнувшей. На территории кемпинга есть бассейн. Но я плавать не хочу, так как утром было очень холодно. И вода не прогрета. Ну и не только из-за этого. Из-за того, что насморк всю ночь был. Ухо вчера капали отит. Ну и сейчас, конечно, залезть в бассейн. Это будет печально. Но бассейн хороший. Вчера вечером, когда мы приехали, людей здесь было очень много. И все шезлонги были заняты. Многие люди приезжают сюда вот так на своих автотрейлерах. Каждому выдают такое паркоместо. И ты живешь здесь. Венеция в близости. Хорошо. Природа. Сосный тенек. Я выбрала этот кемпинг, потому что нам нужно попасть в Венецию. А жить в Венеции безумно дорого. Здесь выходит в 3-4 раза дешевле. Все цены есть на сайте кемпинга Fusino. И они меняются в зависимости от сезона. На территории домики есть разные по вместимости. Вот есть вот такой, как вот этот большой. Он, наверное, на большую семью, потому что там на две комнаты. Ну и такой, как у нас на три кроватки. И есть такой же, как у нас на две кровати. Еще есть вот такие бунгало со своими террасами. Здесь целый ряд их. А сейчас мы идем в ресторан завтракать. Очень удобно, что на территории кемпинга есть ресторан и хороший супермаркет. Мы пришли сейчас на завтрак, но здесь никого нет. По-моему, только кофе можно заказать. Сейчас я к вам перевозчик. Будем переводить с итальянского меню. На каждом столе есть штрих-код и можно перевести меню. Надеюсь, что можно. Ну, по крайней мере, все меню ресторана вот есть по этому штрих-коду. Будем сейчас изучать. Ресторан большой и вечером здесь очень много народу. И здесь есть детская площадка вот такая для деток. Алиса вчера здесь играла. Я уже не могла вчера это показывать, потому что я уже хотела одного. Просто спать. А сейчас, Доция, там мокро после дождя. И ты сейчас возьмешь? Не садись на мокрое только, ладно? Вот основное меню ресторана. Но заказать еду можно только с обеда, с 12 дня. Говорит, где нет воды я села. Ну, вода везде. Такой ливень был. Ужас. Вчера ночью и сегодня утром. Ну что, выбрала что-то? У меня он не переводит. А, там просто картинки или надписи? А, он не переводит, в общем-то, не фоткается. Идем попробуем с твоего. Ну, идем. Вот здесь на территории есть вот такой маркет. И мы сейчас пошли. Взяли фрукты. Круассаны, йогурты и фрукты. И это будет наш завтрак. Еще какао возьмем сейчас. В баре. Вечером можно выходить, вот, кушать здесь. А кофе утром здесь попить нельзя, оказалось. И мы идем в другую сторону. Попросила бармена помыть нам фрукты и сделать кофе. Утром в баре сама кружу. Ну, заказываешь и сам себе приносишь. Виноград из маркета, как вы уже поняли, да? Йогурты тоже из маркета. Так, тихо, спокойно. Сейчас всем все положу. И круассаны мне еще купили. То есть, в принципе, такой непритязательный завтрак можно собрать. По магазинам. Кофе заказали в ресторане и какао-дети. Ну, позавтракать можно. С голоду не помрете, да? Давай кушать. Вкусный? Ой, ну так не делают с круассаном. Кусай. Доча, у нас так мало одежды, я взяла. Можно не ляпаться. Машинки нет стиральной, все будет грязное. Маме ручками тяжко. Можно аккуратно. Тая сторис уже, наверное, ставит. Я говорю Тая, что для меня вкусный завтрак – это яичница, помидорки, бекон. Вот. А это вредная еда. Тая говорит, что это французский завтрак изысканный, итальянский, круассаны. Алис, я на тебя смотрю и думаю, что одежды, одежды на неделю нам не хватит. Понимаешь? И что мы будем делать? Покупать. Нет, ты вообще уже, понимаешь? Покупать мы точно не будем. Ночи стирать. Такая умная, да? Аж страшно. А кто будет стирать? Тая. Нет. Ночи мама. Алиса. Ночи мама мутая. Я дышу. Это просто, ну, у меня нет слов. Села Алиса, вывернула на себя этот стакан кофе. Пока я говорила с Геной по телефону, она просто взяла, хотела перелить вот сюда, где йогурт, и все это на себя опрокинула. У нас одна кофта. Сейчас я покажу. Одна единственная кофта. Стирать здесь очень тяжело. Вот эта кофта. Вот такая вот она уже. А здесь это просто вот. Одели пять минут назад мы ее. Все. Я не могу. Я вытираю. Не надо вытирать, пожалуйста. Не надо вытирать. Все, уйди. Здесь тоже внизу у бассейна есть вот такая зона отдыха. Здесь ножки нужно мыть, прежде чем заходить в бассейн. А у нас погода налаживается, солнышко вышло. Красиво здесь, да? Только что мы сидели завтракали, я поворачиваюсь, и в этом проливе здесь прям в кемпинге огромный круизный лайнер проходит. Сейчас пойдем посмотрим на залив. Вчера, как я говорила, мы приехали, и здесь была куча народов. Негде было листья, все шезлонги заняты. А сегодня после дождя, ну такая водичка, ты знаешь, она прохладная. Если будет солнце еще пару часов, то в принципе я могу залезть, потому что температуры сегодня у меня уже нет. А ты, кашляешь, и ты на антибиотике, да? Нет, я походу на мой взлетом. Даже летом, да. Вода хорошая. Вода хорошая, но не знаю, как ты, но Алисе точно нет. Пасень, пасень! Самолеты взлетают и садятся каждые 10-15 минут. Садись. Давай. Это какой взрыв, да? Когда этому человеку я не разрешила купаться, но разрешила чуть-чуть побулькаться. И вот я боюсь, сейчас ты нырнешь туда, да? И я буду прыгать за тобой? Ага. Не надо. Я вот так плаваю в бассейн. Как будто Алиса плавает, да? Когда я буду в возрасте за 50 или за 60, мы с мужем купим автотрейлер и будем вот так вот путешествовать по разным странам, по Европе, останавливаться в таких кемпингах. Семья гимнастов у нас, да? От кемпинга Фусина до Венеции 30 минут на Вапоретто, это речной трамвайчик, через пролив. Говорит, мама, сними, как я отдыхаю на шезлонге. Возле нашего домика есть паркинг, тут стоит мамина машина. И не только мамина. Кемпинг классный, территория очень большая. Да. Очень многие с велосипедами сюда приезжают. Целыми семьями, с детками, с маленькими. Эти домики с террасой, они на порядок дороже. И на сайте Фусины, кемпинг Фусина, все есть, все цены. А вот вид на Венецианский залив. Вот такие лодочки в Апоретто ходят в Венецию и по островам. Здесь разные пляжики есть. И завтра мы на такой же отправимся гулять по Венеции. А здесь я хочу оставить расписание лодок. Затаре это причал Венеции, куда мы приплываем из Фусины. Лодки ходят каждый час. Учу ребенка, что олеандры ядовиты. Нельзя нюхать это. Нельзя нюхать, говорю. Потому что он ядовитый, может плохо стать. Конечно, этот кемпинг просто шикарное место. Как я нашла его. Некоторые трейлеры стоят прямо вот здесь, возле залива. И вон там стоит огромный лайнер пассажирский. А вот на таком круизном лайнере через пару дней будем мы. Весь кемпинг разделен на участки. Они все пронумерованы, как на вот этих столбиках. И каждому выдают номер его, где он может припарковаться, оставить свою машину и жить. Вот такие дорожки. Здесь везде тенистые аллейки. Палатки. С палатками можно приехать. Есть еще вот такой вот чип-домик. Здесь тоже такая верандочка небольшая. Байкеры какие-то приехали. Алис, не ломай никому ничего, хорошо? Пока. Я никогда не была на круизных лайнерах такого плана. Но все когда-то случается впервые. Смотрите, кого мы увидели. У нас дома остались наши котики. Анаис и Наоми. А Сима? И Сима. Это, наверное, донской сфинкс, да? Это донского длины усы. Это канадский. Канадский? Мам, он горячий. Горячий, но он нагрелся. Тут у кота фотосессия полным ходом. Классные они такие, да? Очень многие с животными приезжают. Есть несколько детских площадок на территории. И вот у многих душевые и туалеты в домике, как у нас. А есть еще вот такие уличные умывальники. И очень много на территории кемпинга уличных туалетов. Ну, это для тех, кто, наверное, приезжает в кемперах. И кто не снимает домик. Когда я вижу листья, мне напоминает это о том, что вернемся скоро мы домой. А там осень-осень в Одессе. Здесь уже вся площадка детская усыпана листьями. Нас, конечно, в этом году осень побаловала своей теплотой. Это вот только малость я вам показываю. И вот так вот я ехала 2000 километров сюда, в Венецию. И они орали просто бесконечно. И угоманивались они. Тишина была только ночью, когда они засыпали, эти дети. И реально можно сойти с ума. Вот при такой поездке, еще когда у меня температура эта фигачила, страшно. Это они еще тихо сейчас, тихо. А так это постоянные вот эти крики, вопли, битье. Никто друг другу уступать не хочет. Солнышко, так хорошо. Даже не верится, что утром был такой сильный дождь. Кофта висит Алисона. Это я постирала вот этот вот срачельник, который она сделала в ресторане. И сушу вот так, потому что веревок нет. А еще вот эта манера в кровать с едой. Она знает, что я ругаюсь, и вот сейчас берет и прячется. Тая меня просто вот заставила идти в бассейн. Хотя я против, чтобы купались сегодня. Потому что все еще не здоровы. Алиса купаться точно не будет. Алиса на антибиотиках уже. А Тая пообещала не нырять, проплыть 2 минуты и в полотенце завернуться. Ну и здесь, как обычно в Италии это практикуется. В бассейн можно только в шапочках. Придется одеть, потому что не впустят тебя. Тая прошла, душ включился автоматически. И на Таю налилась вода. Проходи сбоку. Это чтобы чистыми заходить в бассейн. Алиса, успокойся, пожалуйста. Хорошо? Угомонись. Тая, может не надо? Прохладно? Не лезь. Полезу. У меня как салончик. Может не надо? Я залезу. Залезай. Я думаю, что сейчас Алиса плюхнется туда. Алиса, кто тебя за шапкинги набирает? Вода теплая, кстати. Очень теплая. Не. Вообще теплая. Я думала, что будет намного хуже. Все. Когда не разрешила этому человеку купаться в бассейне. Она просто стоит под душем. Он хоть теплый? Вода теплая? Да. Ну все, здесь и стой. В бассейн ты сегодня не идешь. Да. В душе вода горячая, а в бассейн не очень. Когда выходишь, не холодно. Ну давай ты больше туда не лезешь, хорошо? Алиса, что она делает? Она ожидает душ. Это теперь бесконечный процесс. Она отсюда не уйдет. Научилась его включать. Алиса уже намылилась. Намылила эту шапочку. Здесь рядом мыло есть. В общем, кошмар. И выгнать невозможно. Но воду я проверила. В душе она действительно горячая. Я сегодня не купалась в бассейн. Я была под тих душе как. Почему бы я болею? И мама мне не желает в бассейн. А я решила побегать под тих душе. Все все поняли. Но смысл в том, что Алиса болеет. И мама не разрешила лезть в холодный бассейн. Алиса, все все вверх утровый салат и буги. Мы поняли. Еще тут очень часто летают самолеты. Прям каждые 5 минут, 10 минут летают самолеты. Иногда очень близко пролетают. Потому что аэропорт рядом. Да, но вот мы за день увидели, я не знаю, штук 10 уже. Больше, наверное. Мы пришли ужинать в ресторан. И сейчас видео будет снимать Алиса. Сейчас я снимаю. Снимает Алиса видео. Я не знаю, что получится. Мы заказали салат на троих. Здесь очень большие порции. Оливковое масло. Мы сегодня кушаем полезно. Сейчас я вам налью. Размешаю и посолю. Снимаешь? Ага. Это юный блогер у нас подрастает. Маски. Порция огромная. Сейчас буду раскладывать по тарелкам. Самолеты летят. Дети заказали себе бургер. Вот такой гигантский. Напополам. Он очень большой. Порция большая. И я вам сейчас, чтобы вы не дрались. Я его разрежу сейчас. Боже мой. Я разрежу его сейчас. Это ужас просто какой-то. Я сегодня буду есть морепродукты. Дети бургер напополам. И я вам сейчас даю салат. Понятно? Хорошо. Я сама себе наложу. За отдых. Они его закрепили так. Так. Чтоб не было скандала. Во избежание скандала делю пополам вам его. Ровно. И по разным тарелкам. Потому что иначе просто ужин не состоится. Все. Отлично. Все поровну. Мне вот эту маленькую. Они одинаковые. Они одинаковые, Алис. Все. Приятного аппетита. Спасибо. Я себе салатик сама наложу. Знаю, как ты наложишь. Это будет одна скибочка такая помидорки. Да? Не, я помидоры не люблю отсюда. Еще клади. Еще одну штуку. Давай не нервируй. Я его еще не размешала нормально. Готовят в ресторане вкусно. Поужинать можно хорошо. Цены, конечно, не дешевые. Чек я вам в конце покажу. Ну и Италия, она сама по себе дорогая страна. Давай, отрывай ножки. Хвостик отрывай. Видно, Псех. Алиса вообще молодец. Она научилась видео снимать сегодня. Вот, в принципе, средний чек на троих в ресторане кемпинга. 51 евро. Мы заказали два чая. Огромное блюдо из морепродуктов мы заказали. Салат. Там гигантские порции. Салат очень большой. Можно смело брать его на троих. И еще был вот этот огромный такой гамбургер с картошкой фри. Вот это все вместе вышло на 51 евро. Это нормально. Да, чай, я сказала, Алиса, ну что делаешь? Тая, как всегда у нас. Что ты сделала, расскажи? В двери оставила ключ, ушла. И потом рассказывает официантам, что она его ложила на стол, а ключ исчез. Я вижу. Еще здесь в кемпинге есть вот такая площадка. И здесь есть стиралки. То есть вы можете прийти, заплатить и постирать свои грязные вещи. Это круто. Это замечательно, чтобы не стирать самостоятельно. Мы вышли на причал, чтобы посмотреть, как круизный лайнер будет выходить сейчас в открытое море. Тебя здесь нужно просто держать, да? Нет, здесь нельзя, здесь же порт, портовая зона. Сейчас будем смотреть, как этот круизный лайнер выходит в море, в залив Венеции. И еще один путь. А еще мы послезавтра тоже будем на таком отплывать, уходить в море, но не отсюда, а из порта Венеции, из Маргеры. Вот такой у нас сегодня конец вечера. Сейчас будем отдыхать и спать, потому что завтра мы планируем целый день провести в Венеции. Круизный лайнер это как огромный дом. Там есть рестораны, бары, кинотеатры, детские зоны, аквапарки, различные детские комнаты и площадки, множество развлечений. И я не знаю, за неделю успеем ли, реально ли вообще успеть за неделю обойти там все. А вечером эти горшки с пальмами зажигаются красиво. Ожидаемо. Вставай. А сейчас я покажу, что мы купили в маркете. Вот такие вот макароны-бантики. Это мы привезем моей бабушке. Дальше тоже возьмем, привезем в Одессу. Такой набор. И я очень хотела взять эти макароны, и они необычные, потому что они с чернилами каракасицы. Я боюсь, чтобы от этих чернил каракасицы мы не завернулись. Они какие-то очень страшные на вид. Я их видела когда-то. Я, короче, очень хочу их попробовать в Одессе. Вот написано, что вы с чернилами. Мне очень прикольно выглядит. Ночь вроде должна быть тишина, а какая-то живность ожила. Лягушки квакают. Улитки повылазили на горшок, на наш с пальмой. Перед сном покажем вам улитку. Тая улыбается, она очень большая. Даже улитка делает потягусь и хочет уже спать. Поэтому всем тихой ночи. Субтитры создавал DimaTorzok